Здравствуйте, дорогие телезрители! На пятом канале «Итоги недели» с вами Анастасия Козлова. И в начале выпуска давайте вспомним, чем запомнится уходящая рабочая неделя. В детских садах Каннска изменилась родительская плата. Вероятно, уже в марте родителям дошколят придется заплатить не 973 рубля, а 1100. Постановление главы города об утверждении размера родительской платы за пребывание детей в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время находится на согласовании. Внесение изменений объясняют сложной экономической ситуацией. Управление Пенсионного фонда России по городу Каннску и Каннскому району подвели итоги работы за 2014 год. Проанализировали позитивный опыт, накопленный за прошедшие 12 месяцев и наметили задачи на наступивший 2015 год. В их числе и продолжение реформы и формирование удобного информационного поля для населения в сфере выполнения государственных услуг. Краевая эстафета «Добра», которая началась в регионе 17 марта, в четверг прошла в Каннске. Суть акции – делать в день ее проведения как можно больше добрых дел. Участие в Каннской акции приняли две команды добровольцев. Они оказывали адресную помощь пенсионерам, сдавали кровь и провели занятия для учащихся коррекционного класса 18-й школы. Еще одно мероприятие прошло в рамках проекта «Большие каннские чтения». На этот раз у юных чечецов учеников первых-четвертых классов школ города проверили технику чтения. В читательском марафоне приняли участие более 30 книголюбов. Ребята должны были читать быстро и выразительно, без ошибок. «Мой безопасный маршрут» – мероприятие по таким названиям прошло в преддверии весенних каникул для учеников в младших классах во всех школах города и района. В последний учебный день третьей четверти в лицее номер один ученикам вторых классов рассказали, как и где правильно переходить дорогу, чтобы не попасть в аварию. У каждого ребенка была заготовлена схема маршрута от дома до школы. И каждому из них предстояло нарисовать на ней два основных дорожных знака – знак пешеходного перехода и светофор. В Каннске стартовал социальный проект «Мечта ветерана», организатором которого выступила администрация города. Акция приурочена к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Каждый желающий житель или организация города может взять на себя выполнение просьб ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. И теперь об актуальных темах. Крупный пожар произошел накануне вечером в Каннске. Пламенем охватила частный жилой дом, расположенный по адресу Луначарского, 17. В результате пострадала женщина 1965 года рождения, жительница этого дома. Подробности сообщит Ольга Величко. Сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного 01 поступило в 19 часов 23 минуты. На вызов выехали 4 пожарных автомобиля. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытым пламенем горят гараж, надворные постройки и жилой дом. Очаг возгорания находится в надворных постройках. На сегодняшний день дознаватели работают, устанавливают причину. При необходимости будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления очага пожара и причины его возникновения. Отушение пожара усложнил сильный ветер и плотная застройка двух домовладений. То есть стайки соприкасались и большая была пожарная нагрузка. При пожаре пострадала живущая в этом доме женщина 1965 года рождения. Пожарные вынесли ее из горящего строения в состоянии комы. Самостоятельно женщина не дышала. Дежурившие на месте сотрудники скорой медицинской помощи провели необходимые реанимационные мероприятия. Вывели пострадавшую из коматозного состояния и доставили в больницу. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом отравления продуктами горения. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В стенах городского дома культуры прошел ежегодный фестиваль творческие встречи. Педагоги восточной зоны Красноярского края представили свои творческие наработки за год и определили лучших в вокале, хореографии, художественном чтении и театральном искусстве. На отборочном этапе фестиваля побывал и мой коллега Леонид Юрков. Ежегодный фестиваль творческие встречи проходит уже в 21-й раз. Каждый раз его участникам есть, чтобы показать членам других новой локации номера, данные в восстановке. А вначале педагоги собираются на фестиваль «Канск» и за победой. Я отдыхаю здесь душой, знакомлюсь с творческими людьми, слушаю также номера, учусь у других профессионалов, чему-то новому, ну также творчески развиваюсь. На одной сцене собираются и новички публичных выступлений, и старожилы творческих встреч, за плечами которых не одно звание лауреатов этого фестиваля различной степени. Волнуются все одинаковые. Готовили целый год, очень волнуемся, переживаем, считаем номера, когда нам выходить, но думаем уже, какой номер будем на следующий год готовить. Если бы в тропове не были творческие встречи, то в любви все же предстоит выбрать лауреатов в каждом направлении. Выбор упражняет то, что многие номера действительно. Педагоги, которые являются сегодняшними участниками фестиваля, это в основном рядовые педагоги, для которых основное место работы – это учительство, а в свободное от работы время они занимаются своим любимым делом, хобби. И вот это вот любимое дело за 20 лет фестиваля превратилось уже практически в полупрофессиональное такое занятие. Лауреатов этого восточного этапа фестиваля творческие встречи в сентябре ждет поездка в Краевой дом работников просвещения, где они смогут встретиться с такими сильными творческими сентябрями в сентябре. Знаете, по моему опыту, у меня иногда я думаю, а вообще вот это надо ли это? Надо. И когда подходит вот эта творческая встреча, фестиваль, я начинаю понимать, что оказывается, людям-то это надо. Второй региональный чемпионат WorldSkills прошел в Красноярске. На краевом конкурсе мастерство в своих профессиях доказывали студенты техникумов, колледжей и молодые специалисты самых разных сфер. Канск представляли студенты технологического колледжа. С какими результатами они вернулись с международного чемпионата? Об этом в сюжете Ольги Волокшиной. В соревнованиях по 15 компетенциям приняли участие молодые рабочие, студенты и школьники со всего края. Цель чемпионата – познакомить студентов с потенциальными работодателями. Одним конкурс дает возможность набраться опыта, а другим подобрать себе кадры. Сергей участвовал в компетенции «Электромонтажник». Он познакомился с монтажом и программированием. Изучил новые технологии на дорогостоящем оборудовании. У нас такого, конечно, еще нет, не дошло. Даже еще до Красноярского края не дошло. Это, получается, оборудование, с которым в данный момент знакомились мы все. Все участники. Мы, получается, умный дом изготавливали. Все собирали полностью, все оборудование и все программировали. Сергей занял третье место в своей компетенции. Еще один студент колледжа Дмитрий Мартынов занял первое место в компетенции сетевое и системное администрирование. Оба парня приглашены на работу на радиозавод – крупнейшее предприятие Красноярска. Особенностью этого чемпионата является еще то, что мы пригласили на этот чемпионат школьников города Каннска. И они получили особое задание для уровня школьников. Информационные технологии важны в современном мире, а инженерные специальности востребованы среди работодателей. Поэтому подобные чемпионаты имеют большое значение для тех, кто и хочет выбрать профессию этого направления. Развивая свои навыки, студенты имеют реальные шансы найти достойную работу в будущем. Ольга Волокжина, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал. Сразу после короткой рекламы в рубрике «Гость студии» с моим сегодняшним собеседником, директором предприятия текущего содержания и санитарной очистки города Владимиром Шестовым, мы поговорим о мероприятиях, которые запланированы в рамках двухмесячника. Не переключайтесь. Слушайте в Каннске на FM 102.2. Телефон 205-22-29-91. На текущей неделе в Каннске стартовали мероприятия в рамках двухмесячника санитарной очистки города. И сегодня у меня в гостях директора муниципального предприятия текущего содержания и санитарной очистки Владимир Шестов. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые жители города Каннска. Владимир Александрович, какую работу предприятие планирует провести вот в рамках двухмесячника? Мы совместно с администрацией занимаемся уборкой территории, накопившегося мусора, городских территорий, так называемых бесхозных мест, мест общего пользования и вдоль севергородских улиц. Суть этого двухмесячника заключается в том, что в этот период все жители приглашаются, все предприятия, юридические лица приглашаются на эту акцию в плане уборки своих ближайших территорий. И в связи с этим мы на своем полигоне твердых бытовых отходов принимаем этот мусор бесплатно. Вот вы сказали места общего пользования. Какие это места будут убраны и приведены в порядок? Места общего пользования, прежде всего, это те места, которые сегодня... Ну, это все подъезды к мостам, путепроводам, скверы, в памятнике, там, землянка, ну, в много таких территориях, даже в многоквартирных домах, где целые такие, ну, поляны, так называемые, существуют. Там совместно с жилищными организациями будут проводиться эти акции. Но, подчеркиваю, суть этой акции в том, что все жители должны к этому отнестись нормально, все предприятия различных форм собственности тоже нормальны. Наша задача обеспечить прием, вывоз этих всех отходов на свалку бесплатно. Наиболее проблемной зоной города является частный сектор. Уже второй год действует система вывоза твердых бытовых отходов по тарифам. Вот насколько активно жители частного сектора включились в эту схему? Да, действительно, с сентября 2013 года вышло постановление администрации по начислению за вывоз твердых бытовых отходов на жителей частного сектора по 51 рублю человека. За этот период у нас, в принципе, стал отлаженный механизм по уборке этого частного сектора. Мы создали около, это где-то 13 маршрутов, по которым ходят наши автомобили с грузчиками. И эта вывозка мусора проходит ежедневно. Но в плане понимания, конечно, жителей доходит не сразу до всех, где спорим. Тут надо сделать акцент на то, что есть жители, которые там говорят, что мы мусор сжигаем, что категорически сегодня запрещено, или мы пользуемся услугами других перевозчиков. Мы, конечно, все это внимательно рассматриваем, оставляем действительно тех, кто ни с кем договора не заключены. Но ситуация здесь такая. Вот конкретно за 2014 год мы с частного сектора вывезли около 10 тысяч кубов мусора. Для понимания, да? Около 10 тысяч кубов мусора. По квитанциям платят нам в среднем, по месячным, мы введем анализ, где-то около 150 тысяч в месяц. Ну, то есть, здесь не простая арифметика, 150 тысяч платят, 51 рубль. То есть, платят около 3 тысяч населения частного сектора. Если учесть, что в Каннске она у нас 20 тысяч. То есть, практически платят 15% от всех жителей частного сектора. Ну, вот за два года можно уже подвести какие-то итоги? Меньше стало несанкционированных свалок в частном секторе? Да, несанкционированных свалок стало меньше. Ну, это пример тоже улицы Кайтынской. Но, еще раз подчеркиваю, что основные проблемы несанкционированных свалок, это для нас является район Гавани и рабочего городка. Там, как они есть, так они и есть. В прошлом году было очень много проведено сходов с гражданами, да, где я постоянно присутствовал с администрацией, там, в лице первого заместителя, самой Надежды Николаевны, главы города. Суть в чем, что люди все говорят, ну, вот вы нас уберите последний раз, вот, пример тоже Гавани. И мы там больше к этому вопросу возвращаться не будем. Мы как всегда убираем, и ВОЗ, и Нина там. И сказать, что сегодня мусор там в районе Гавани, допустим, привезли туда улицы жителей Кайтынской, это абсурд. То есть это мусор жителей именно района Гавани. Мусор в рабочем городке, соответственно, это мусор жителей рабочего городка и так далее. И еще проблема, которая существует сегодня в частном секторе, это проблема брошенных домов. Как только на улице появляется брошенный дом, бесхозный, там, аварийный состояние, там, или никаком, он сразу превращается в место несанкционированного складилового мусора. То есть, соответственно, опять же, это жители ближайших домов начинают туда сносить. Потому что если сегодня проехать по городу и по частному сектору, вы, наверное, видите, что нигде возле ограда, где проживают жители, нет мусора. Его стараются подальше отнести. Хотя не вижу проблемы в том, чтобы сложить его в пакет, поставить, и вас вывезут. А вы можете назвать те районы города, где стабильно люди платят за вывоз мусора? Конечно. И самые проблемные районы? Конечно. Проблемные, я вам, как уже ранее сказал, это район Гавани, это рабочий городок, это Зарельсовая часть, так сказать, нормальные районы, чисто это западная часть города, это район старого аэропорта, да, тут в ту сторону, это улица Урицкого, Красной Армии, там, Фрунзе, Халтурино, ну, весь перечень этих улиц, где мы действительно нашли понимание, там три года назад были проведены тоже сходы, там было очень большое количество инстанционных свалок, по-моему, около пяти, мы их убрали, ну, вы в том числе тогда с нами участвовали, мы их убрали, где жители сказали, вот вы уберите, помогите, и мы больше туда не будем. И действительно, убрали, и больше мы туда не заезжаем, они все складируют свой мусор в пакеты, и мы его увозим. Ну, и, соответственно, оплата, это, больше всего процент оплаты именно в этих районах. – Действительно, вот съемочные группы нашей телекомпании, мы очень часто принимали участие, освещали то, как вы боретесь с несанкционированными свалками, разные способы есть. Меня интересует, рассматриваете ли вы такой вариант, который успешно предпринимают, скажем, в Железногорске и других городах края, когда после уборки несанкционированной свалки на месте устанавливаются камеры видеонаблюдения? – Рассматривали и проходили, именно мы своим предприятием, помните, свалка возле 10-го магазина, возле Кана, за местным комбинатом, улица Кайтынская напротив, тут, напротив вот этой специальной корректировочной школы, и вот ближе там к стадиону, да. Мы тогда убрали, это было два года назад, повесили, значит, камеры видеонаблюдения и столкнулись с такой проблемой, когда мы заснятые сюжеты, показали правоохранительные органы, вам в пятый канал тогда, и стали перед вопросом, что это незаконно сегодня, то есть снятие на камеру погрузку, вы или выгрузку какого-то мусора лицом или приехавшим на машине, считается незаконной. – Но это административное правонарушение. – Да, нет, и как раз по мусору, там совсем другая подхода технологии, там нужно в процессе выгрузки мусора подъехать, зафиксировать этот факт, уже составить протокол и так далее, и так далее. А камера что говорит? Камера говорит о факте выгрузки. – Ну и самая-то главная, конечно, проблема, как вы говорили, в Жирногорске сегодня там все хорошо, это проблема бюджетной нагрузки. Чтобы сегодня установить на все места, хотя бы, ну, назовем, центральной части и общественных мест общего пользования, камера, да, это, конечно, придется в большие деньги. Мы, если мне память не изменяет, просчитывали в совместности с администрацией эти суммы, там от 5 миллионов. Опять же вопрос, для нашего бюджета 5 миллионов, да, что сегодня 5 миллионов? Восстановить камеры, да, или, допустим, засортировать сплошняком две какие-то улицы, да, асфальтом. – Да, но мусор – это не единственная проблема, с которой… – Или сделать сегодня две площадки детские, да, или на эти деньги сделать там 10 или 15 хороших остановок, допустим, остановочных павильонов, да, то есть у нас… Или сделать по всему городу разметку на город, на городских улицах. – Ну, вообще, борьба с мусором – это, скажем так, и трудозатратно, и финансово очень затратно. Вот сколько стоит убрать несанкционированную свалку? – Ну, вот, для понимания, значит, механизированная погрузка, все несанкционированные свалки, которые, ну, большого объема, да, они все убираются механизированно. Что значит механизированно? То есть сюда приезжает погрузочная техника, соответственно, самосвалы, и плюс, в зависимости от того, в каком районе мы это убираем, то есть еще и дальность свалки, да. То есть, понятно, несанкционированную сварку убрать, допустим, ну, в районе, там, улица 40 лет, это тебе, это одно, да, допустим, в районе, там, то уже гавань, рабочий город, я, другое, да, то есть на свалку ехать надо в два раза больше. Это, конечно, часть затратная. Это практически получается около 400 с лишним закуп рублей. Вывозка, то есть погрузка, вывозка, выгрузка на полигоне. В прошлом году за бюджет, за бюджетные средства мы убрали около 1000 кубов мусора, это вот, ну, размером 500 тысяч. Это, опять же, я могу сказать, это 10 остановок можно было за эти деньги поставить. Еще бывает, когда я веду эти разговоры, да, вот в средствах масс информации, на встречах с жителями, все говорят, ну, а что ты переживаешь за мусор? Чем больше мусор, тем вам лучше. То есть, сегодня у жителей есть такая нездоровая идея, что чем больше мусора мы убираем, тем больше нам, ну, выделяет и оплачивает за это денег. Это нет. Мы сегодня находимся в рамках контракта международной администрацией города в виде содержания, текущее содержание дорог, да. Это фиксированная сумма, на протяжении 5 лет она меняется, до около 40 миллионов. Ну, вот плюс, что начали 2 года мы по частному сектору, вот эти платежи, которые я сказал, они не оплачиваются и 15% населения. А в остальном, я бы хотел сказать, что у нас есть чем заняться. Чем нам, допустим, заниматься несанкционными свалками, да, даже оплачиваемые за бюджет. Нам сегодня проще за эти деньги, допустим, подрезать крону деревьев, вырезать кустарник, ну, украсить остановки, допустим, всевозможные ограждения. Сегодня их, кстати, много стало, да, на улице города. В 2014 году вашим предприятием была внедрена новая форма работы, и в рамках двухмесячника вы привлекали к уборке всех дворников. Вот эта форма, она будет иметь место в этом году, и насколько она эффективна? Когда мы внедрили, да, вот этот процесс, вот этот работа дворников по бригадам, мы и продолжаем его до сих пор. То есть это о чем говорит? В свое время у нас дворники были только конкретно на закрепленных участках, да? Если вы помните, это улица Строль-Октября, там центральная часть, там Ленина, Пробитарская и так далее, и так далее. Сегодня мы дворников разделили на пять бригад. Две бригады у нас, три правого берега, две левого. И даем полностью весь перечень улиц, установленном согласно графика. То есть сегодня, наверное, жители заметили, что наших дворников можно, допустим, в понедельник увидеть на одной улице, во вторник на другой. То есть мы захватили практически весь город. Но что обидно, опять же, да, что каждая улица спустя две недели попадает опять в график. И практически сталкиваемся с той же проблемой, что опять такое же количество мусора на этих улицах и находится. А это, опять же говорю, хоть она и ручная уборка, это тоже затратная часть. Нужно бригаду привезти, нужно каждому дворнику исключить полиэтиленный мешок, который сегодня стоит денег, обеспечить дворника перчатками, ну, с всем необходимым там жилетами. И это тоже затратно. Где, я подчеркиваю, что где, ну, благодаря осознащению жителей вот эту нагрузку и расходы можно просто уменьшить. И те же дворники, ну, дать им какую-то выполнять другую работу, более интересную и качественную. Спасибо большое, Владимир Александрович, за беседу. Я надеюсь, что двухмесячник санитарной очистки, он принесет хорошие плоды, и мы все-таки освободим наш город от мусора. Спасибо, до свидания. До свидания. Семидесятилетию победы в Великой Отечественной войне посвящается. Мы продолжаем постоянную рубрику, героями которой являются ветераны. Несмотря на возраст, они активно встречаются с молодежью Каннской и щедро делятся с земляками и своей энергией, и жизненным опытом. Герой очередного сюжета Николай Иванович Голубь. О нем расскажет автор рубрики Наталья Никонова. В школе номер два большое событие. В гости к ребятам, которые очень бережно относятся к истории своей школы и города, пришли ветераны. Участниками мероприятия «Живые страницы памяти», прошедшего в стенах школьного музея, стали члены Совета ветеранов Каннска. В их числе Николай Иванович Голубь. Пожалуй, старейший пограничник нашего города. Ветеран Великой Отечественной войны, призванный в ряды вооруженных сил в 44-м году, около семи лет отдал службе в войсках Дальневосточного пограничного округа. И, как признается, служба была непростой. Несли службу по 12 часов. Выходили на боевое задание, непосредственно на охрану границы, в полное вооружение, станковый пулемет на 3 человека, автомат, гранаты. Ни для кого не секрет, что в то время у нашей страны был не один враг в лице фашистской Германии. Япония готовилась к нападению на Советский Союз. Но, несмотря на всю опасность службы, молодежь стремилась в армию. Николай Иванович признается, из всех чувств на первом месте был патриотизм. В то время почему-то все только так. И пропаганда, хотя она и работала поменьше, чем сейчас, но дело в том, что все хотели только на фронт, только чем-то помочь войну. После службы в вооруженных силах Николай Иванович мечтал вернуться к мирной жизни и трудиться на железной дороге, где работал до войны, на маршруте от Тайшета до Уяра. Но судьба подкинула ему новое испытание. После демобилизации я попытался пойти опять на железную дорогу, но нужно было учиться. Учиться не было возможности, потому что мать жила одна. Я был призван в армию с седьмым человеком. Благодаря два сродных брата, три дядьки и отец пришел к контузии. После контузии в 43-м году его не стало. Николай Иванович сумел преодолеть все тяготы и невзгоды. Пошел работать в типографию, где и трудился вплоть до выхода на пенсию. Женился. И с супругой они дружно живут уже 63 года. И вместе празднуют День Победы. Праздник и радостный, и горький. Ведь боевых друзей почти не осталось. Дело в том, что их почти не осталось. Я помню всех, с кем я начала службу, остался только один в Томске, Сосновский Дмитрий Иванович. Вот нас двое осталось. В гостях у школьников Николаю Ивановичу вновь пришлось перелистать и скорбные, и радостные страницы памяти. В финале встречи ребята преподнесли гостям собственноручно изготовленные сувениры, как знак признательности за годы, отданные служению своему народу, своей родине, своему государству. Наталья Никонова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. В ближайшие дни в эфир Пятого канала выйдет новый выпуск авторской программы «Татьяна Лисогор. Культурная столица». Очередная передача посвящена одному из самых ярких событий, проходящих в Канске в рамках проекта «Культурная столица Красноярья». Наш город посетил аргентинский танго-певец Мартин Альвадора. О том, почему он любит приезжать в Сибирь и где в Канске можно освоить технику танго, смотрите в программе «Культурная столица» в воскресенье в 19.30 на телеканале ТНТ и в понедельник в 7.10 на РЕН-ТВ. В выходные дни ожидается потепление до плюс 10 градусов. Это может вызвать интенсивное таяние снега. На автодорогах сохраняется сильная гололедица и снежный накат. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на дальние расстояния. Наш выпуск завершит более подробный прогноз погоды от Евгения Елисеева. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам выходных. Здравствуйте. Прогноз погоды на пятом канале. С вами Евгений Елисеев. В эту субботу отмечается несколько интересных праздников. Всемирный день поэзии, Международный день лесов и Международный день кукольника. Также стоит отметить, что 21 марта родились немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах и советский эстрадный певец Леонид Утесов. Спонсор прогноза погоды на пятом канале – торговые центры Евродекор. Цены тают весь март. Покупайте любые отделочные материалы со скидкой 13%. Евродекор. Приятно выбирать, выгодно покупать. Прогноз погоды представляет акционерный банк Енисей, который предлагает открыть вклад Енисей Максимум до 17% годовых. Откройте вклад Енисей Максимум. Максимально выгодные условия. Сумма вклада от 5000 рублей. Узнайте больше в офисе банка Енисей. Краснопартизанская, 57. Телефон 3-30-36. 21 марта солнечно. Ветер у газа подносилы от 3 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура ночью – минус 13, минус 17. Днем – плюс 2, минус 2. Вот такая погода нас ожидает в ближайшие сутки. Желаю настоящего весеннего настроения и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова